Ваше Святейшество приближается Рождество. Какие детские воспоминания о Рождестве вам удалось сохранить? Жили мы в коммунальной квартире в одной комнате пять человек. Жили очень счастливо. Я вспоминаю, как мы всегда наряжали елку, причем управляла этим процессом какая-то дама, как тогда говорили из бывших, до революционного разлива, из какой-то аристократической семьи, тоже прошедшая какие-то там репрессии. Она была художницей, и у нее была особая манера украшать елку. Сейчас я могу на вскидку сказать, правильно елка украшена или неправильно. Критерий заключается в том, что большого размера елочные игрушки нельзя вешать на вершину елки. Там должны находиться яркие, красивые, мелкие игрушки. А крупные только внизу и в глубине дерева. Ну и кроме того, конечно, всем очень так постились крепко, причащались накануне Рождества. А в самый день Рождества, перед литургией, чего обычно никогда в обычное воскресенье не бывало, мама нам накрывала скоромный завтрак. Вот эти скоромные завтраки рождественские тоже очень крепко засели в мою память. Это была обычная какая-то еда, кусочек там колбасы, сыра, но обязательно кофе с молоком или то, что было невероятным лакомством для детей 50-х годов, какао с молоком. Вот это хорошо помню. Ну а самое главное, любовь и мир в семье, которые в эти дни еще более как-то ярко проявлялись и согревали душу детей. Продолжение следует...